22 червня 1941 года – фатальная дата у советской истории. Я напоклала початок от лику 1418 долгим, складанным и трагичным дням Великой Айчины. Кожна третий же харь Беларуси не вернулся с той кровопролитной войны. Марш памяти и смутку, организованный Гомельским областным отделением громадского объединения Беларусский фонд «Миру», пошелся с города над Сожем. З месяца, где у годы войны размещался лагерь смерти, у яким от куль, пакут, холода и голода загинули свыше 100 тысяч человек. Хвилины меучанья, так само церемонии у складання вянковых кветок у дельники жалобного митингу, отдали данину памяти людям, які загинули от рук оккупантов. До режима та патриотичная акция вспомнить тех, кто баклау на алтар Великой Перамоги свое життя и нагадать молоде, як героичный и самахверно советский народ оборонял и извалял родную землю от врага. Мы отдаем дань памяти и благодарности, я повторяю тем, и главное, еще мы хотим именно напомнить нашему поколению, что такое война, чтобы они именно делали все возможное, чтобы у нас был мир и мирная жизнь. Протягнулся марш памяти и смутку в Бодокошелевском районе. У городским поселку Уварович и жалобный митинг отбился для братской могилы. 12 памятных плит умястили имены о мальче 300 советских воинов. Это урадженцы або жахары у Варовичской земли. За инули они урозные годы Великой Айчыны, а ле заадзину и дыр Великой Перамоги. Кабыдновить усеих прозвища местовыми уладами, советам ветеранов и молодзю, была проведена великая доследшая праца. В 1933 году Уварович начали активно строиться. Это был районный центр. И сюда проезжали с Украины, с России, с Казахстана, с Татарстана, с Башкирии, со всех сторон Советского Союза. И вот поэтому мы решили увековечить не только уроженцев, а и жителей. У целом с фронтов Великой Айчыны войны не вернулось освыше 9 тысяч жахаров Будокошелевской земли. Сегодня место боевой славы, обелиски и братские могилы тут бережливо заховывают память про героев безыменных и ведомых. Один из них Павел Головачоу, советский летчик, двойчий герой Советского Союза. За час войны он здесь не уколя 500 боевых вылетов, удельничал у 125 поветрных боях, сбил 30 самолетов противника. И он был и надавсёд и застанется прикладом человека, яким можно принял на себе удар оккупантов и самодана змагался с ворогом. Я горжусь этим временем, этой акцией, потому что действительно начало войны не забывается. А это грустная тема. Война есть война, и война, не дай Бог, никому. У Жлобини жалобный митинг отбился на центральный пляс соуции города, площадь вызволителям. Для памятного обелиска воинов-возволителям. За час войны на территории Жлобинского района друг оккупантов загинуло свыше 5000 жихаров. Удвоя больше не вернулись с фронтов. Больше 15 тысяч советских войнов зараз покоятся у Жлобинской земли. Не обминули увагу дельники маршрут памяти «Смутку» и агрогородок «Червоный берег» Жлобинского района. В это место, где у годы Великой Чыной войны проводили сбор криви у детей для пораненных немецких офицеров. Скульптура девчонки не бы просить допомоги у неба и высабляя боль, а маль 2000 загубленных тут детячих життям. Пабыж пусты класс белыми партами, за які уже никто николе не сядзе. Театрализованная постановка про то, что головная человечая богатая, гэта мир и незалежность, на головной площами мэры яла отрымалась настолько кранальной, что стремать слез не могли ни дорослые, ни дети. Трудно и очень горестно осознавать, что так неожиданно, так не вовремя оборвалась жизнь этих маленьких детей, которые могли бы сегодня радоваться этому солнцу, этой жизни, ходить в школу, сидеть за этими красивыми партами. Завитали у дельники марша памяти «Смутку» и у Светлогорский район. Митинг прошел для братской могилы, где похова накалят трех тысяч воинов. У целом Светлогоршина стала притулком для больше, как 20 тысяч советских солдат и офицеров самых розных республик былой СССР. Их имены навешно занесены в историю. У целом уроки войны и их наступства не забываются. Именно витагэта дозволяя нашей Беларуси заховывать гоноровое звание миролюбивой державы и быть прикладом для інших народов и краин.